Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в нашем выпуске. Сегодня Дума послушала, рассмотрела вопросы достаточно значимые. Заседание Азовской городской думы. Сегодня утром я полседьмого проснулась от визгопил. Очередная точечная застройка по проспекту Зои Космодемьянской, 91. Мы приехали туда 10 числа. У нас было два дня сборов. Команда школы парусного спорта Азова заняла второе место на всероссийских соревнованиях в Тольятти. Сегодня состоялось очередное заседание Азовской городской думы. Репортаж продолжит тему. Сегодня в городской администрации состоялось 34-е заседание Азовской городской думы. Главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский отчитался о создании условий для оказания гражданам медицинской помощи в 2015 году, на что из бюджета Азова было выделено порядка 14 миллионов рублей. В том числе на реализацию муниципальной программы города Азова развития здравоохранения 11,8 миллионов рублей. Для реализации муниципальной программы города Азова энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове 297 тысяч рублей. Кроме того, в 2015 году из средств резервного фонда администрации города Азова выделялись средства на противотуберкулезные мероприятия, мероприятия, направленные на профилактику осложнений сахарного диабета, а также на проведение мероприятий, необходимых для подготовки к реконструкции филиала Первая городская больница. Несмотря на весомые финансовые вложения, ряд вопросов остаются нерешенными. Например, необходимо дооснащение детской поликлиники еще на 8 миллионов рублей. Требует капремонта здание стационарного корпуса ЦГБ, нуждается в обновлении автопарк скорой медпомощи. Следующий вопрос заседания. Доклад начальника ГОЧС Николая Тищенко о создании, функционировании и перспективах развития единой системы безопасный город. Камеры, которые будут установлены дополнительно, это подвесной мост, улица Московская, 23. Это напротив музея площадь будет просматриваться. Улица Мира и Петровский бульвар. Это две камеры по Петровскому бульвару в сторону Дона, вернее, Азовки. Значит, улица Измайлова и Кондаурова. Перекресток такой обычно по ДТП проблемный. Улица Московская, переулок Маяковского. Также проблемы по движению автотранспорта, по авариям на нем. Председатель Думы Сергей Бездольный отметил, что система поможет азовчанам чувствовать себя в родном городе безопасно и комфортно. Я думаю, что это только начало, первый этап, продолжаться эта работа еще. И вы уже послушали, сколько интересных, сколько уже выявлено за счет установки камер, нарушений, права нарушений, аварий, ситуации, связанных с чрезвычайными моментами. Поэтому, я думаю, это очень важная работа. Депутаты одобрили доклад директора муниципального предприятия Романа Чмыхалова, который отчитался о деятельности по оптимизации доходов и расходов предприятия. В целом, по предприятию наметилась положительная тенденция. Отставание от тарифных решений заметно снизился. Остаток денежных средств от прямых доходов и расходов за отопительный период 2013-2014 года составил 17 млн 677 тыс. За 2014-2015 год 53 млн 785 тыс. За 2015-2016 год 56 млн 760 тыс. Предприятием разработана программа оптимизации затрат, включающаяся в ряд технологических и административно-экономических мероприятий, результатом которых будет выход на безубыточный уровень деятельности. Начальник департамента ЖКХ Роман Ткаченко проинформировал о состоянии городской ливневой канализации. Следует отметить, что все ливневые коллекторы открытого и закрытого типа были обустроены в 60-70-е годы и производят сброс ливневых вод на рельеф без очистных сооружений, требуемых нормативами, законодательными актами Водного кодекса Российской Федерации. От депутатов поступило предложение рекомендовать администрации города разработать специальную программу. На самом деле это сложный вопрос очень, но хотя бы при разработке программы будет понятно, сколько мы будем делать, где мы работали в стекла и так далее, поэтому мы будем обычно проголосовать, как мы должны. На какой срок вы сможете эту программу обеспечить? Отлично. Считаю, что где-то до октября месяца, думаю, что и в октябре. Устраивает до октября месяца? Да, нет, до ноября. Кроме этого, депутаты утвердили схему границ муниципального образования города Азов, рассмотрели ряд других вопросов. Итоги заседания подвел председатель Азовской городской думы Сергей Бездольный. Сегодня дума послушала, рассмотрела вопросы достаточно значимые. Это и вопросы по ливневым канализациям, это вопросы, связанные с стадионами и вопросы, связанные с финансированием наших муниципальных объектов. Безусловно, очень важный вопрос, который прошел общественное слушание, это вопрос по границам муниципального образования. Ну, я считаю, дума прошла конструктивно, нормально, в рабочем порядке, с рассмотрением рабочих вопросов и с принятием тех решений, которые будут способствовать дальнейшему развитию нашего города. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо Сегодня в нашу редакцию обратились жители дома номер 91 по проспекту Зои Космодемьянской и сообщили, что в их дворе началась вырубка деревьев. Никто из сотрудников ЖКХ не смог объяснить жителям, насколько санкционированы эти действия. Азовчане уверены, что причиной вырубки может стать строительство многоэтажного дома. Два года назад в администрации рассматривался проект нового жилого комплекса по проспекту Зои Космодемьянской. Но жителям удалось убедить представителей власти отказаться от этой идеи и сохранить сквер, который долгие годы существует в их дворе. Неужели зеленые легкие больше не нужны Азову? Подробности у наших корреспондентов. В сквере, расположенном на пересечении проспекта Зои Космодемьянской и улице Пирогова, сегодня началась вырубка деревьев. Попытки обеспокоенных происходящим Азовчан выяснить, насколько законы действия коммунальных служб оказались безуспешными. Сегодня утром я полседьмого проснулась от визгопил. Очень удивилась, выглянула в окно и увидела, что в нашем сквере, который по Зои Космодемьянской 91, пилят деревья. Это и другие жители. Я подошла, сразу спросила, мне дали документы, показали документы, на них было написано разрешение на спил деревьев, 10 деревьев. Это был Владимир Иванович, я позже узнала фамилию Перковец. Управляющие организации ЖКХ сообщили, что разрешений на вырубку нет и порекомендовали обратиться к сотрудникам предприятия «Чистый город». Это деревья находятся на городской территории. Наши работники, ни начальник участка, ни человек, который занимается вырубкой деревьев, заявления от них такого не поступало. Мы переговорились со старшей дома, она вообще не в курсе. Это не мы. Я вас поняла, к кому теперь обращаться? Ну, скорее всего, ну вот когда у нас поступают заявления от жителей и деревья не находятся на городской территории, мы обращаемся в «Чистый город». Это департамент ЖКХ. А как перезвонить в «Чистый город»? Не знаю. У вас нет, да, телефона? Ну, не знаю. Ведутся работы нашими специалистами и устраняются там сухостойные деревья и больные. Для полной конкретики данной ситуации я вам могу дать номер, ну, мобильный номер. Готово. Аниска Людмилы Васильевны. Готово. Которая прокомментирует в полном объеме все, что вы хотите. Самым компетентным в вопросе вырубки деревьев оказалась ветеран труда, пенсионерка, председатель фонда строителей Азова Нина Алексенко. Для того, чтобы выполнить просьбу чиновников, Нина Николаевна, находившаяся на момент подготовки репортаж в Донской столице, как марафонец преодолела не самый простой путь в эту жаркую погоду и дала комментарии. Дано как бы задание службе «Чистому городу», чтобы они снесли ненужные деревья, которые пришли в негодность. Дело некоторое будет просто подрезка, а не полностью снос. Там запланирован сквер строителей. Благодаря нашему главе администрации на сегодня, администрация отстояла, чтобы там не строили. Это Гордов еще, Кравцов отстаивал, Щипелев и Рощупкин. Там вообще-то планировали девятиэтажный дом для Гуфсина. Ну а вообще был запланирован сквер строителей еще с 2010 года. И поэтому, значит, ну вот не было средств у строителей. А сейчас они вот согласны выложить плиткой, поставить скамеечки, сделать там, значит, освещение. И будет место отдыха. Нина Алексенко заверила, что ни о каком строительстве многоэтажного дома здесь не может идти речи. Поэтому жители микрорайона могут быть спокойны. Пресс-служба городской администрации, как и Нина Алексенко, также сработала оперативно. В редакцию поступил официальный документ, подтверждающий слова председателя фонда строителей. Людмила Улихина, Марина Бирлева, Юрий Друзякин, Азов-Инфон. Азовчане приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби в Азове, как и во многих городах России, прошла акция «Свеча памяти». В нашем городе мероприятие было организовано на Петровской площади. Акцию поддержали школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и казачьих обществ. Участники зажгли свечи в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. Некоторые азовчане пришли с портретами своих родственников, которые участвовали в сражениях. Перед началом мероприятия благочинный по городу Азова отец Александр провел лицию по всем погибшим в годы войны. Участие в акции принял глава администрации города Владимир Рощупкин. Был такой же жаркий день. Вчерашние выпускники готовились и встречали свой рассвет. Многие наши земляки планировали провести выходной день на берегу реки. Но этим добрым надеждам уже не суждено было сбыться. Потому что начиналась самая длительная и кровопролитная война в истории нашего Отечества. В завершение мероприятия азовчане выложили из свечи слово память. И в знак скорби по всем, чьей жизни унесла война, выпустили в небо воздушные шары. КОНЕЦ Азовские яхтсмены заняли второе место в летней спартакиаде, проходившей с 13 по 20 июня в Тольятти. Наша команда была единственной, которая представляла Ростовскую область на соревнованиях по парусному спорту. Подготовка длилась полгода. Всего в регате участвовали 15 парусных команд России. Мы приехали туда 10 числа. У нас было два дня сборов. На сборах был хороший ветер от 10 узлов примерно до 12 узлов. То есть хорошую подготовку немножко провели. Когда началась сама регата, было очень тяжело, было очень мало ветра. Отрыв был небольшой, 4 очка. Можно было бы и побороться за первое место. Но слабый ветер, повторюсь же опять. Гонок у нас не было в последний день. И поэтому второе место. То есть ребята молодцы, старались, выложились. То есть все сделали для того, чтобы максимальный результат был достигнут. Не только тренера и спортсмена, но и, конечно же, директор спортшколы Олимпийского резерва номер 9. Это были очень сложные соревнования, потому что погодные условия были не для гонок. Был слабый ветер очень. Я переживала сильно. Хотела, чтобы наша команда первое место заняла. Мы заняли второе. 22 июня в Азове по улице Измайлова, 36, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, 8-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. Пострадавшая была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Уважаемые водители, согласно статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. По информации Управления по делам гражданской обороны города в ближайшие 3 часа и до утра 24 июня ожидается сильный дождь, возможно гроза, град и шквалистое усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду, в отдельных районах до 28 метров. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы систем жизнеобеспечения. В случае необходимости в городе начнет работу штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok